Не все здоровые продукты готовы спасти ваш организм. Некоторые из них лишь маскируются, удавая себя за полезные. Свежефермерские продукты, либо суперфуды. Что на самом деле полезно, а что просто? Обычный бизнес-ход. Всю свою жизнь Мария работает заведующей в детском саду. Но это ей не помешало заниматься своим любимым делом, а именно кулинарией. А еда – ее бизнес. Я стала приносить на работу для себя здоровое питание. Мои коллеги стали интересоваться, что такое интересное я в очередной раз приготовила, какую здоровую пищу. Ну и потом стали просить готовить для себя, для своих знакомых в крупных супермаркетах те фирмы, которые я уже испытала на себе и знаю, что это продукты качественные. Семья Марии уже привыкла к изысканным блюдам мамы. Каждый день разнообразие, а самое главное, что все правильное. В стороне не остались и друзья Марии, ведь как раз они стали ее первыми покупателями. Заказываю блюда, которые она разрабатывает по своим рецептам, с учетом калорий, с учетом, чтобы это была не только пища для похудения, но и здоровая пища. Самое любимое блюдо – это творожные вафли без сахара. Это очень вкусно, очень полезно и отличный завтрак для всей семьи. Для Марии очень важно выбирать продукты самой. Она точно будет уверена в качестве своих ингредиентов. А вот для Полины выбор продуктов и их готовка – лишняя трата времени. Ешь вкусно, худей легко. Именно такое правило компании, которая готовит здоровую еду. Ради такого и денег не жалко. Полина – студентка медицинского колледжа. Несмотря на плотный график, она предпочитает здоровый образ жизни. Поэтому Полина заказывает готовую еду на дом, ведь времени на готовку совершенно нет. Я начала смотреть на себя и видеть, что опять начала набирать. Думаю, так, надо брать себя в руки. Ну, смотрю, а у меня нет хлебцев элементарно, которые входили в стоимость. Я в какой-то день открываю свой салат, в котором, ну, все такое уже. Ну, салат явно не свежий. Мне очень приятно пахло, после чего я написала им в поддержку. На что мне ответили, что мы ничего не знаем, это не наша вина. Это вы разговариваете с курьером, потому что, когда мы отдавали, все было нормально. Правильная доставка еды привозит заказ сразу на несколько дней. Причем меню на сутки рассчитано на ту норму калорий, которую вы указали при заказе. Компания обещает не только разнообразное меню, но и рацион забалансированной еды. Ко белкам, жирам и углеводам. Например, четырехразовое питание для тех, кто не занимается спортом, но заботится о своем ежедневном рационе, на неделю обойдется в сумму 5000 рублей. Срок годности заказа составляет 5 суток, благодаря технологии газовой запайки. Из-под пленки выкачивается атмосферный воздух, и вместо него помещается смесь стерильных газов, которая не дает бактериям размножаться. Если мы говорим, скажем, о молочных продуктах, о мясе, о рыбе, то приготовленные они должны храниться не более 48 часов. Желательно, чтобы это были контейнеры, не пластик, и, конечно же, не разогревать в пластике. Диетолог и шеф-повар – главные люди в бизнесе правильного питания. Еда должна быть приготовлена только сегодня, а не вчера. За колораж блюда отвечает диетолог и точно расписывает норму. Контейнеры, в которых доставляют еду, должны быть изготовлены из полипропилена. Проверить можно, посмотрев на их значок. Если это контейнеры низкого качества, не предназначенные для хранения еды, то вещества, содержащиеся в пластике, могут переходить в еду, способствуя изменению вкусовых свойств, запахов и так далее. На заказе указаны даты изготовления блюда и срок годности. С 2022 года вроде бы в РФ будут уже официально запрещены пластиковые контейнеры, и тогда всем производителям придется просто комплексно переходить на специальную картонную тару. Спорно, что это сильно более экологично, но это уже хорошее решение. Из минусов то, что такая технология дороже и спокойно может вызвать удорожание для потребителей. Завод о здоровье покупателя – основная задача производства. Так, упаковка всех рационов происходит в стерильном помещении при плюсовой 4-градусной температуре. Готовка начинается с обязательным использованием перчаток и медицинских масок. Производство сертифицировано по международной системе ХССП, то есть системе управления пищевой безопасности. С производством еды разобрались, а вот с оплатой придется немного постараться. Как оказалось, на кухне все прекрасно, а вот за ее пределами не совсем. Неоднократно в сети по отзыву можно увидеть, что оплата заказа не прошла, произошел сбой, либо доставили заказ не совсем хорошего качества. Мы всегда комбицируем клиента 100% в стоимости, если косяк пошел по нашей вине. Но за максимальную верность клиента – это основа нашего бренда. Важно, чтобы клиент понимал, что бренд готов его слушать и решать его локальные проблемы. Доверие делает жизнь легче. Ты несешь ответственность за выбор продукта, смотришь на дату изготовления и состав ингредиента, решаешь, покупать тебе его или нет. Но в питании есть свои тренды, которым принято следовать. И, как оказалось, не все суперфуды могут быть правильными и свежими. Кристина Зинина. Специальный репортаж. Москва. ГИДА.